Уходящий президент США Дональд Трамп заявил, что передаст власть Джо Байдену 20 января в рамках закона и конституции, хотя он по-прежнему не согласен с итогами выборов и после ухода продолжит политическую борьбу. Это сообщение было опубликовано в твиттере его советника Дэна Скавино, поскольку аккаунты главы Белого дома в твиттере и фейсбуке были заблокированы после столкновения у Капитолия. Администраторы сочли, что президент спровоцировал беспорядки своим обращением к сторонникам, собравшимся на манифестацию в Вашингтоне. Конгресс США, обсуждавший итоги президентских выборов, был вынужден прерваться на время штурма. После того, как депутаты смогли вернуться к работе, многие республиканцы изменили позицию и заявили, что теперь не возражают против подтверждения победы Байдена. Политики обеих партий очень болезненно восприняли нападение. Соединенные Штаты и Конгресс столкнулись с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшие рассудок толпа, которую мы видели сегодня. Нас никогда не сдерживали раньше и нас не остановят сейчас. Они пытались подорвать нашу демократию, но потерпели неудачу. Мы всегда будем благодарны людям, которые остались на своих постах, чтобы защитить это историческое место. Те, кто сегодня устроил хаос в столице, вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Все попытки республиканцев опротестовать итоги выборов в нескольких штатах потерпели неудачу. И в итоге Конгресс США официально утвердил победу Байдена. По словам возглавлявшего заседание вице-президента Пенса, избранный президент получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп-232. Таким образом, Трампу остается меньше двух недель на посту президента. Тем не менее, после беспорядков, демократическая партия обратилась к вице-президенту Пенсу с призывом предпринять действия для отстранения Трампа от власти.